Мы свято помним этот час, как небо окрестило нас. Давай за нас, за ВНВ и за спецназ. Духом патриотизма на фестивале «Память» пропитано все. В военной форме даже дети и четвероногие друзья человека. Вспомнить боевых товарищей, грозные горы Афганистана и суровые небы Чечни съехались те, для кого понятие братства и единства священное. Вячеслав Павлов долгие годы был в ответе за спокойный сон жителей России. Служил в спецподразделении «Вымпел». Говорит, колоссальный боевой опыт необходимо передать молодежи. Чтобы вот эти частицы, что были заложены в нас, боевое братство, дружба, хорошее чувство, так сказать, ответственности за порочное дело, чтобы оно по частице, по какой-то, переходило к нашему молодому поколению, к нашим детям, к нашим внукам. Вот это, я считаю, для меня это был бы высший пилотаж, высшая, так сказать, степень моего участия. Омск, Москва, Татарстан, Ульяновск. На фестивальной поляне целая страна. В лагерях костры и палатки. Для юных патриотов выставка оружия. На сцене звучат военные песни, к которым всегда особое отношение. Эта песня написана офицерами, солдатами, людьми, которые проходили дорогами воинской службы. Они написаны душой, сердцем. И в них поется, наверное, как в каждой песне о любви к родине, о любви к женщине. И в этом и основа патриотизма. Как тогда в декабре, автомат на ремне, это было вчера в Чечне. Для гостей из республики Крым фестиваль патриотической песни – символ возвращения в родную гавань. Россию крымчане считают своей и стоять за нее обещают до конца. 90-е годы, которые отняли у них родину, вспоминают с болью. Сегодня, говорят, отрадно наблюдать процветание России. Сейчас, благо, что у нас возрождается армия, у нас прекрасный президент. Есть огромнейшее чувство гордости за свою страну. В этом году фестиваль память и слет ветеранов боевых действий посвящены 70-летию Великой Победы. Сами защитники Отечества говорят, какой бы трудной ни была эпоха, в стране всегда найдутся те, кто любой ценой отстоит родную землю. Алина Чемерис, Константин Головин, События.